Дать шанс на самостоятельность. Пермские документалисты сейчас работают над необычным проектом. Они отслеживают судьбу нескольких выпускников детских домов-интернатов для инвалидов. Ребята пытаются доказать свою дееспособность, чтобы начать самостоятельную взрослую жизнь. Если у них это получится, то в Пермском крае будет создан прецедент. На съемки этого фильма даже был выделен президентский грант. Подробности узнала Юлия Цыкова. Вот рабочие материалы будущего фильма. Он называется «Садоягодное». Это поселок в Кунгурском районе, где находится техникум-интернат. В нем обучаются ребята с инвалидностью. С недавних пор здесь получают образование, и студенты пока официально недееспособные. Это сироты, для которых домом были коллекционные детские интернаты. Их выпускники затем, как правило, отправляются во взрослые психоневрологические учреждения. Это разве жизнь, что ли? Я думаю, что не жизнь это. Я просто хочу уже самостоятельно, чтобы ни от кого не зависеть. Да, от того самого же интерната, чтобы ни от кого не зависеть уже. Герои будущего фильма – клиенты психоневрологических интернатов Пермского края – пытаются обрести статус дееспособности. Помогает им в этом благотворительный фонд «Дед Морозим», который оплачивает учебу ребят в Кунгурском техникуме. А его координаторы и волонтеры сопровождают их на этом пути. Конечно, нам навстречу пошли учреждения. Большое им спасибо за это, потому что это первый опыт. Первый опыт, я думаю, не только в Пермском крае. Для абсолютного большинства регионов это первый опыт, когда недееспособные молодые люди идут учиться в техникум. По истечении двух лет, вот в этом году у нас первые ребята, первые пять человек закончили обучение. И мы надеемся, что теперь у них будет возможность для суда, для психиатрической экспертизы, для того, чтобы показать, что да, они могут жить самостоятельно. По словам режиссера фильма Ольги Аверкиевой с героями своей картины, она познакомилась полтора года назад, все это время наблюдала за их жизнью. И уверена, они самые обычные люди, которым не место в закрытом учреждении, где намного меньше возможностей для общения и развития. Они адекватные люди, они понимают, что происходит. Сам факт, что они могут учиться, уже говорит о том, что они вполне себе адекватно и способны на социализацию. Моя задача – показать, что это возможно. То есть, если у наших ребят это получится, это будет зафиксировано с помощью документального кино, то я надеюсь, что другие подобные учреждения смогут направлять своих ребят на этот путь. Средства на создание этой картины съемочная команда искала долго. В результате получила грант президента России. Сейчас работа над фильмом продолжается. Документалисты говорят, возможно, они станут свидетелями прецедента в системе психоневрологической помощи страны. Премьера фильма запланирована на январь 2018 года. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.